Приветствую вас, вы вот пишете о том, что почему-то боитесь показать свои чувства, да, вот почему-то вы пишете, что боитесь показать свои чувства. И вот именно с тем, почему вы боитесь показать свои чувства, и нужно на самом деле работать. То есть, вы не принимаете себя. Понимаете, Вера, тонкость здесь в чем? Поэтому, советы, советы вам не помогут, вам по правде ни один, вообще, совет не поможет, потому что, если бы все было вот так вот в советах, то очень легко бы было. Вот, эм, можно отталкиваться, в принципе, можно отталкиваться от того, что для вас значит мужчина, например. Ну, вот парень, который вам нравится, вот что он вообще для вас значит. То есть, какое значение, условно говоря, имеет для вас парень? То есть, вот если вы пишетесь, пишетесь, что мне нравится, но я боюсь, не хочу, боюсь проявить чувства свои к нему. Вот, то, соответственно, получается, что у вас есть сверхмотивация. Да, сверхмотивация, то есть, что чрезмерное значение для вас имеет, ну, мужчина. Вот. Мне кажется, что вот это очень такая важная история для того, чтобы начать, да, начать исследовать этот момент. То есть, что для вас значит человек. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что, значит, мне кажется, что я не в его вкусе. Это самооценка, то есть, на каких основаниях вы думаете выстраивать отношения. Он посмеется надо мной или будет избегать. Что это для вас значит? Да. То есть, почему вы считаете, что обязательно он будет над вами смеяться? И что будет, если он начнет вас избегать? Для вас это что будет? Ну, и значение семьи плюс одиночество, то есть, возможно, вы страдаете от одиночества. И этим тоже создаётся определённый дисбаланс в отношениях. Так что здесь нужно исследовать этот момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Ориентируйтесь на то, что вы хотите сделать для человека, а не для себя. Я полагаю, что вам будет легче. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.